Милка, смотри, какая красивая. А у неё рога ведь вырастут. Сейчас видишь, только начинают расти. Потом большие будут. Ты не боишься рогов? Она тебе трогать не будет, она уже привыкнет. Пока рога у молодой коровы Милки не выросли, дети её воспринимают как игрушку, а не как будущую кормилицу. Эльвира Серёжа от животного на шаг не отходят. Милку молодой семье Кравчук из Елецкого района подарил депутат Госдумы Николай Борцов. В рамках акций Россия санкций не боится. Под спорой, конечно, есть молоко, но самое главное, вот видели мы этих малышей, которые около этих скотин будут ходить всё время, и они уже будут с детства приучённые к труду. Они не будут уже пальмовое масло есть там, они будут своё, народное, и которые чистые. И у них гены-то будут сохранены у этих ребятишек. В семье Кравчук трое детей. Четырёхлетняя Эльвира, трёхлетний Серёжа и Егорка, которому совсем недавно исполнилось два месяца. Кристина занимается воспитанием ребятишек, а Юрий работает слесарем. Планы обзавестись большим хозяйством у молодых людей были давно, но средств не хватало, поэтому помощь подоспела вовремя. Нам нравится. Хотелось бы своё иметь. Раз живём в деревне, почему бы не обзавестись? Кравчук к такому подарку готовы. Для Милки глава семьи уже приготовил сарай и узнал, где запастись сеном на зиму. Меня учил отец, дед. Это я всё умею. Всё сделано, уже всё подготовлено. И даже не под корову дали. Хорошо, спасибо. Я ещё хочу заводить поросят, курей. Мы хотим вообще обзаводиться. Потому что в деревне жить и не заводить, это значит, лучше в городе тогда жить. По условиям акции первого телёнка от Милки семья Кравчук передаст другой многодетной семье. Такая цепочка взаимопомощи, безусловно, даст толчок к развитию многих крестьянских хозяйств. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время, Елецкий район.